Это Шацкие озера. Уголок спокойствия, отдыха и полного релакса. Так пишут в путеводителях для наивных туристов. А может этот курорт и не является таким приличным? Здесь болото, а не озера. И браконьерский рай вместо заповедника. Это и нужно проверить. Отправляемся на северо-запад Украины. Волынь, здравствуй! Я у вас в гостях. Наконец-то к вам заглянуло лето. Обывалые туристы поговаривают, что у вас полно озер, в которых кишат караси, лещи, угри. А в лесах полным полно черники, земляники и свежих ягод. Они полезны для зрения, а вам полезно будет посмотреть это видео. Айда за мной на проверку Шацких озер. Если вы раньше на Шацких озерах не были и посмотрите карту, то подумайте, кто вообще едет в эту глушь? Отвечу. Едут. Это не только украинцы, но еще белорусы и поляки. Ведь до соседнего Бреста меньше 100 километров. До Бреста вообще сколько сейчас берет? Шацка до Бреста кое-что 98 гривен. Хорошо, спасибо. Зачем платить автостанционный сбор, если можно скачать приложение bosfor.ua? И вот, например, из Шацка до Бреста билет стоит 86 гривен, а не 98. Еще и место у окошка. Для большинства туристов путешествие начнется с небольшого поселка городского типа Шацка. Ну, здесь еще пахнет цивилизацией. А туда, куда я еду, ее практически нет. Этого должно хватить. Шацк поселок небольшой, и многие уверены, что здесь скукота смертная. Сразу идут на остановку и ждут автобус до Свитязя. Двумя месяцами ранее в объектив камеры попал Шацк несезонный. Холодно, сыро, дожди, еще туристов-то и нет, практически пустые улицы и тишина. Кроссовок моих больше не будет, нормальных вырядился. Но не все так плохо. Здесь открыты магазины, рестораны, работают больница и школа. Есть редакция местной газеты. Значит, что-то да происходит. О такой вот штуке мечтают многие города, но встретить такое в Шацке – это просто нонсенс, перфект для стекла. Сельская местность, ранняя весна. Ну что, отправляемся на поиск приключений? На квадрокоптер я еще не накопил, поэтому забрался на пожарную башню. Хочу посмотреть на территорию с высоты. В группу водоемов Шацкого национального природного парка входит 23 озера, самое большое из которых – Свитязь. Чуть меньше – Пулемецкая, Луки, Люцимер, Островьянская и Песочная. Остальные еще меньше и выглядят как-то так. Долг ведущего обязывает показывать самое уникальное. Мало кто знает, но в Шацке есть музей фауны. Здесь собраны чучела разных животных, обитающих в Полесье. Другими словами, это мертвый зоопарк. Если вы приедете на Шацкие озера, понятное дело, что все дикие звери не побегают и не скажут вам «Привет, посмотри на меня». У меня всегда такая дрожь по телу, когда я прихожу в подобные музеи и понимаю, что эти птички были живыми, они летали над Шацкими озерами и радовали людей. Это была науковая база, мы сюда водили их в теле, биология, все. И так и остався он. А что в Шацке еще можно показать, кроме этого музея? Плюс два балла. Есть за что поставить. А вот как вот животное? Вот его убили, да, получается, что кишки вынимают и потом... Снимается шкура. Снимается шкура. Снимается, шкура консервируется, выделывается, протравливается. Там очень большой процесс. Пользуясь случаем, я попросил показать мастерскую, где делаются чучела для музея. Вот чисто из любознательности. Борис Александрович согласился. Предупреждаю, дальше вы увидите кадры не для слабонервных. Такая небольшая патологоанатомная для животных, на шанских озерах. Интересно, а такие экспонаты можно покупать? Вот такой, или такой купить нельзя? Вот это 1100 гривен? Да. В Киеве вот такая голова стоит 8000. А как вот вам приносят, допустим, убитого волка? Просто так вот привозят на машину, как-то свернутый, как труп. И вы его тут уже разделываете? Это тоже наше дело, у нас малость его доставка. Коврик, работа, кошка 500 гривен. 500 гривен? А, именно работа. Работа. А, работа. Каждый сам для себя сделает выбор, приходить или нет. Но вряд ли вам вот так вот покажут, как это все делается. Я не рассчитывал такое увидеть на шанских озерах. Но у нее в жизни не такой же цвет. Такой? Да. То есть вы подбираете какой цвет? Можно сделать первые выводы. Шацкие озера – сезонный курорт. Весной туристу здесь делать нечего. Не покупаешься и не позагораешь. Вроде бы маршрутки часто ходят, но прошло уже где-то полчаса. Так можно и час ждать, а то и два. Вот мы приехали. Небольшое село Свитязь – это главный посещаемый объект на берегу озера. Здесь на каждом шагу торгуют дровами, рыбой, домашней едой, предлагают недорогой ночлег со всеми удобствами и привилегиями. Заманивают туристов на отдых, на экскурсии, на рыбалку, дают на прокат снаряжение. Местные стараются сделать рекламу, рассказывающую о незабываемом отдыхе. И по сути, это вот один из тех способов, когда можно заработать. Потому что зимой машин тут не будет, туристов не будет. Я решил узнать, как здесь выглядит самое дешевое жилье. Заодно проверим приветливость. Вот кровать. Дам два одеяла, две кровати вместе. Ситуация с жильем была предсказуема. Если вас такие условия устраивают, то бронируйте места. Хорошо, один здесь будет, а то будет свободная. Да, петухи поют утром. Да, и петухи. Вот бутылка, я как-то тебя шукала. А в этом году еще отдыхающих и не было. Вот с 15-го числа, то там еще есть так, киевляне. Там, вот, дочь тоже моя в Киеве там работает. Так, чайник отрягают, а то не той чайник. Ну, вот такие вот минимальные условия будут за 80 гривен с человека в сезон. С жильем разобрались. Теперь поговорим об отдыхе на озерах. Курорт все чаще себя позиционирует как место, куда можно выбраться с семьей на каникулах. Здесь свежий воздух, тишина, природа, спокойствие. Такое себе Волынское баунти. Для детей то, что надо, потому что озеро у берегов мелкое. Средняя глубина где-то далеко-далеко 7,5 метров. Есть, конечно, впадины по 60. Но для детей, для родителей это вообще безопасный отдых. Угу. Да. Да. В этом году большая торговля? Нет. Не очень. Единственное. Да, красивая картинка, не правда ли? Посмотрите на это. Это большой показатель того, какие свиньи посещают Шацкие озера. Вот это я так и оставлю. Я не обязан это убирать. Тем более, вот люди пишут, не заповедник, а какая-то постсоветская свалка. Мусорок практически нет, 2-3 на весь пляж. Это правда. Это чистая правда. Прежде всего, Шацкие озера – это заповедник. Здесь действуют определенные природоохраняющие законы. И каждый турист обязан их соблюдать. На водных скутерах тут не погоняешь, так что любителям скорости придется пересесть на катамаран. Интересно, а что здесь с техникой безопасности? Вот на самом деле очень много людей отказываются от спасательных жилетов. Это озера, это вода. И здесь на каждом шагу подстерегают опасность. Но как быть, приехать на природу и просидеть в домике у бабы Нины? Нет, тут есть место, где половина запретов снимается. Это кемпинг-незабудка. Войти может любой человек. А вот разместить палатку – это уже от 20 гривен. Если на автомобиле плюс 20 гривен. А если целый дом на колесах, то это уже 40. Дело в том, что на территории всего заповедника ставить палатки вот там вот, на тех берегах нельзя. Это запрещено. Здесь можно делать все, что хочешь. Например, огонь разводить, сосиски жарить. Вам за это никто ничего не скажет. И неудивительно, что чаще всего здесь отдыхают семьи с детьми. А вообще условия нормальные? Просто так со стороны первый раз. Не знаю, я только сегодня приехала. Да, и как вам? Тут вода. Там туалет зеленый. Да? В смысле туалет зеленого? Зеленого кольора. А, зеленого цвета. Я думал, биотуалет. Вода в озере чисто, нормальная. Ну, свитязь вообще хороший. То есть его хвалят. Тут даже черника есть. Вот такие вот маленькие ягодки. Так кемпинг, как кемпинг. Палатки. Люди ходят, отдыхают себе. Я не понимаю, Сергей Николаевичук, чем вам это место не понравилось? Вот я лично приехал и проверил, что тот комментарий, который опубликован, полная ложь. Ну, на любителя, понимаете? Для зрения полезно. Всем известно, что турист не может называться туристом, если он из путешествия не привозит сувениры на память. На этот раз я пришел в обычную сувенирную лавку. И что видим? Чашки, всеми любимые магниты, какие-то лекарства для тела, мечи, топоры, котики. Ни к селу, ни к городу. Карпатский чай. Каким боком вообще Карпаты относятся к этому региону? Никаким. Конечно, креативненько, но бесполезно. Такое даже стыдно кому-то подарить. На пальчике я вертел ваш сувенир, полная безвкусица. Но даже среди этого безобразия я не растерялся. Вот, вот что мне надо. Да, вы не поверите, но мне нужны не эти доллары, которые там фальшиво лежат. Мне нужна эта банка, потому что у меня есть кое-какая идея. Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Вареники с черникой есть? А сколько стоит? Так самое, баттеды. Давайте. Блюда мастхэ в Нашатских озерах – это не просто вареники, а вареники с черникой. Причем ручной, домашней лепки. Прием-прием, это я – рибка. Да, я рыбка. А все потому, что накануне попался на браконьерский крючок. Это может выглядеть как прокат лодки. И наивный турист вряд ли сразу догадается о подводных камнях. С 10 червя это все можно делать, рыбалить или с берега, или с човна, на спиннинг, на удочку и так далее. По закону нужно придбать в администрации Шацького национального парка квиток на вилу в рыбу. Скажите пожалуйста, разрешение на вилу в рыбу у вас надо покупать? Так, и сегодня у нас в выходной. В выходной? Да. Местные жители такое уже наговорили, что и оштрафуют, и 500 гривен. Если члены слушайте, то вы скажете, что мы заходили в контору, они прекрасно знают, что вы их не едете. Те, что будут вас проверять, они мают право продать вам все. Их есть питание и все. Ага. Этот человек знает о правилах, но мне так ничего и не сказал. Это я сам сейчас погребу на остров и буду рыбачить вообще без разрешения. Это просто какая-то подставка. Я думал, мы с этим мужиком поплывем. Таким образом я уже буду не рыбкой, а приманкой. Для охранников шацкого НПП. Все, плывем навстречу судьбе карасям. Интересно, а вам интересно, вот реально я смогу поймать рыбу или нет? Ну а пока я плыву, добираюсь, на волнах шатаюсь. Давайте проверим, как местные знают все то, что я уже успел вам рассказать. Всего восемь вопросов. Первые три будут совсем простыми, они стоят по одному баллу, если ты правильно отвечаешь. Потом три вопроса, которые уже стоят по два балла. Там можно заработать частично 0,1,2. И потом идут сложные вопросы, каждый из которых стоит по три балла. Суммарно можно заработать 15. Все зависит от тебя. Сколько наберешь, столько поставим. Окей? Польша и Беларусь. А Польша на востоке или на западе? На заходе. На западе. Правильно, это правильный ответ. Второй вопрос. Какое озеро по площади больше, песочное или люцимер? Песочное. Неправильно, люцимер. Оно в два с половиной раза больше. Так, идем дальше. Назовите человека, которому принадлежат следующие строки. Прощай, Волынь. Прощай, родный куточек. Мене ведь тебе долонька жена. Олеся украинка. Правильно. Известная волынянка, которой вы гордитесь. Да, это так. Дальше у нас идет фото вопрос. Как называется эта рыба, обитающая на озере Свитязь? Вор. Это правильный ответ. А что ты о ней знаешь? Это рыба, которую очень сложно найти на рынке. И она очень-очень дорога. А сколько стоит вот эта нога? Приблизно 400 гривен, наверное, может стоить. Хорошо, правильно. Это два балла. Пятый вопрос. На территории какой историко-культурной области расположен Шацк? Полесье. Полесье. Правильно. Какое растение изображено на логотипе Шацкого национального природного парка? Думай, думай. Это два балла. Я подсказывать не могу. Думаю, дуб. Дуб. На самом деле нет. Это белая кувшинка. Еще она изображена, по-моему, то ли на флаге, то ли на гербе Шацкого или Шацкого района. Что-то вот такое. Об основных правилах поведения в заповеднике вы уже знаете. Но сейчас Иванке нужно будет из списка выбрать три действия, которые категорически запрещены. А. Сбор грибов в районе села Свитязь. Б. Пересечение озера Пулемец на моторной лодке. В. Продажа речной рыбы на пляжах курорта. Г. Разведение огня на территории кемпинга. Д. Мойка машины водами озера Свитязь. На берегу именно подразумевается. И. Сруб сосны на дрова. Сруб сосны на дрова. Мойка машины. И. Якщо перепливать озеро Пулемець на моторной лодке. Это правильно. Все правильно. А почему нельзя так делать? Взагалі на озерах Свитязя заборонено плавати в озере на моторных лодках. На будь-яких. Хорошо. И восьмой вопрос. Последний. Он будет тяжелым, но нужно будет подумать. Готова? Готова. Да. На болотах Шацкого национального природного парка растут кустарнички, плоды которых съедобны и часто используются в кулинарии. Но при этом они занесены в красную книгу. О какой ягоде идет речь? Да. Я не знаю Алазангулу ее назву. Ну как выглядит? Вона червона. Плюква. Да. Да, да, да. Я тебя поздравляю. Сгадала. Три балла у тебя есть. Таким образом у тебя всего 12 баллов. Для Шацкоты довольно таки хорошо ответил. Но они свежие. Чтобы рыба клюнула, нужно червя нанизывать не до конца. Рыбка должна понять, что это вкусно, поэтому кончик мы оставим. Ну шарик, а в чем дальше? Открою вам секрет. Это моя первая рыбалка в жизни. Думаю, даже если ничего я не поймаю, то пойду на рынок и там куплю любую рыбу. Канадский сомик или как его бичок называют. Тут есть много. Он на всех рынках так же продается. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Да-а-а-а. Больше двух часов на зимнюю удочку. И я поймал свою первую платвичку. Охрана меня и не ловила. Это был мой день рыбака. Мое исследование подходит к концу. Пора выставлять оценки. Ну, в целом картинка ясна. Шацкие озера это беззаботный и спокойный отдых на природе, которую здесь охраняют Местные жители пойдут на уступки, попытаются угодить любому туристу, ибо это шанс заработать Но вот гости курорта плюют на правила и превращают это место в заповедник пошлости и разврата Но если вы вовремя поймете, что такое ответственность за свои поступки, то жемчужина волыни и достояние Украины не пострадает Ну что ж, рыба поймана, ягоды съедены, и Шацкие озера проверены Но к большому сожалению, сегодня у меня в руках заветной таблички нет А все потому, что этому курорту далековато до идеала Ну а мне, Султан, нужно ехать дальше Это проект Гула Проверь, мы с вами встретимся ровно через неделю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok